Здравствуйте! Вы смотрите программу ВИП-бюро. Я ведущая Ратьяна Федорова. Что такое генеральная доверенность и почему, передав полномочия, можно лишиться нашего имущества? Что означает покупка автомобиля по доверенности? Действительно ли вы становитесь его собственником? О тонкостях в оформлении доверенности мы попросили рассказать советника президента. Нотариальная палата Ставропольского края по правовым вопросам Анну Николаевну Некрасову. Анна Николаевна, добрый вечер! Здравствуйте! Анна Николаевна, давайте для начала расскажем, что такое доверенность, каковы ее виды и каково ее предназначение. В законе сказано, что доверенностью является письменная полномочия, выдаваемая одним лицом другому для представительства его интереса перед третьими лицами. Говоря простым языком, когда гражданин не может сам лично выполнять какие-то юридически значимые действия, он отсутствует или желает уехать, он может выдать доверенность другому лицу с тем, чтобы тот осуществлял от его имени какие-то необходимые и важные действия. Единственное, необходимо помнить, что в некоторых определенных законам случаях совершение действий по доверенности невозможно. Например, нельзя совершить завещание по доверенности, оно удостоверяется только лично от имени сына самого завещателя. Нельзя в брак вступить по доверенности и еще ряд других юридически значимых действий, которые человек может делать только лично. В остальных случаях, возможно, выдача доверенности. Есть генеральная доверенность, есть простая доверенность. Ну, я бы сказала так, что термин «генеральная», который очень полюбился нашим гражданам, это скорее теоретическое научное понятие. С практической же точки зрения, что такое генеральная доверенность? Это доверенность, содержащая в себе очень обширный круг полномочий. То есть, ну, как правило, люди хотят ее выдать на все случаи жизни. Но практически же включить в текст доверенности все возможные случаи, когда необходимо будет представлять ваши интересы, ну, зачастую трудно или невозможно. Поэтому на практике, как правило, все-таки рекомендуется уточнять, какими полномочиями вы хотите наделить вашего поверенного и выдавать доверенности с четким и конкретным описанием действий, которые вы хотите передоверить. Анна, если говорить о генеральной доверенности, есть ли какие-то риски? Ну, скажем так, человек, выдающий доверенность, он, естественно, должен четко понимать и помнить, какие полномочия он хочет передать своему поверенному. То есть, если вы желаете его наделить правом, распоряжаться вашим имуществом, разрешаете ему подписывать от вашего имени, указанной в доверенности сделке, разрешаете ему получать деньги, то вы должны четко понимать, что все эти полномочия по доверенности он сделать сможет, и тогда вы можете, если это не соответствует вашей воле, то вы можете, ну, фактически, лишиться своего имущества. Поэтому самое главное, что нужно, нужно четко и ясно излагать свою волю, да, что вы хотите. Если вы желаете все-таки, чтобы от вашего имени этот человек заключил сделку купли-продажи, пожалуйста, это допустимо и возможно. Если вы не желаете, это полномочия ни в коем случае нельзя включать доверенность. То есть, ваша основная рекомендация быть более осторожным, щепетильным? Более осторожным, щепетильным и очень четко самому решить, что вы хотите, и тогда только включать эти полномочия в доверенность. И, безусловно, доверять лицу, которому вы даете доверенность. Слово доверенность, ну, фактически от слова доверие, поэтому нужно быть уверенным в том человеке, которому вы ее даете. Еще один весьма распространенный случай – это продажа автомобиля по доверенности. Вот в данном случае страна, которая продает, какие риски для нее, возможно, открываются? Ну, самое главное, что нужно гражданам понимать, выдача доверенности не является сделкой по распоряжению имуществом. Человек, который от вашего имени осуществляет какие-то действия по доверенности, управляет, распоряжается имуществом. Он все эти действия осуществляет сам, но от вашего имени. Таким образом, выдача доверенности на право управления распоряжением автомобилем с правом его продажи юридически не является сделкой купли-продажи. То есть, собственником не будет являться? То лицо, которому вы выдали доверенность, сразу же собственником не становится. И станет таковым только, когда он оформит сделку купли-продажи автомашины от вашего имени и зарегистрирует эту автомашину в органах ГИБДД на учет уже на нового собственника. И до этого момента вы продолжаете оставаться собственником вашей автомашины. А значит, транспортные налоги? Безусловно, они приходят на имя собственника. И в данном случае, с другой стороны, да, опять же, собственником пока не является, пока не зарегистрирует нового владельца. Пока она нового владельца не зарегистрирует, не является. По-прежнему остается тот, кто выдал доверенность, тот, кто являлся ее правообладателем этой автомашины. Если говорить о сроках доверенности, что здесь можно сказать? Ну, в законе сказано, что общий срок доверенности составляет три года. Соответственно, в пределах этого срока доверитель, то есть тот, кто выдает доверенность, вправе сам установить, на какой срок он ее выдает. Можно установить доверенность сроком на месяц, на два, на полгода, на год, но не более трех лет. Если в доверенности срок не указан вообще, то считается, что она действует в течение одного года. Если вы выдаете доверенность, которая будет действовать за границей, за пределами Российской Федерации, то эта доверенность будет действовать до ее отмены, фактически как бы бессрочно. Что необходимо для того, чтобы составить нотариальную доверенность? Для того, чтобы составить нотариальную удостоверенную доверенность, вам необходимо лично обратиться к любому нотариусу, обязательно иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность, вам необходимо иметь данные поверенного, то есть лицо, кому вы хотите дать доверенность, не обязательно приносить его паспорт, его данные паспортные могут быть записаны вами на листочке и так далее. В определенных случаях, когда доверенность дается от определенных категорий граждан, необходимы дополнительные документы. Например, на сегодняшний день, согласно Федеральному закону об опеке и попечительстве, когда выдается доверенность от имени граждан несовершеннолетних, то есть до 18 лет, и доверенность касается их имущественных интересов, то обязательным условием для выдачи такой доверенности является наличие предварительного постановления органа опеки и попечительства на выдачу этой доверенности. Вот есть ряд нюансов, когда требуются некие дополнительные документы. А в целом ключевым является наличие, безусловно, паспорта того, кто приходит. Без доверителя можно оформить доверенность? Ни в коем случае без доверителя оформить доверенность нельзя, поскольку доверенность по своей правовой природе является односторонней сделкой. И нотариус обязан, удостоверяя любые сделки, безусловно, установить личность того, кто приходит, а она устанавливается по паспорту либо иному документу, удостоверяющему личность. Ну, нужно обязательно убедиться в дееспособности этого гражданина, то есть убедиться в том, что лицо, которое хочет выдать доверенность, оно прекрасно понимает все полномочия, которыми хочет наделить, отдаёт отчёт о своих действиях, то есть является полностью дееспособным человеком. Поэтому для удостоверения доверенности личная явка доверителя, то есть того, кто выдаёт доверенность, является обязательной. Есть ли говорить о тех случаях, когда доверенность теряет свою силу? Какие это случаи? Ну, в законе они перечислены следующие. Доверенность утрачивает свою силу, когда вы её отменяете. Доверенность утрачивает свою силу в случае смерти доверителя. Это очень важный момент, об этом гражданам нужно знать. Опять же, это те случаи, когда вы выдали доверенность на распоряжение автомашины, к примеру, думая, что вы её продали. При этом автомашина, если она не переоформлена, не снята с учёта, не поставлена нового собственника, то, как мы уже говорили, она продолжает оставаться на старом владельце. Так вот, в случае его смерти доверенность утрачивает силу, и в данном случае просто машина будет входить в состав наследства этого старого собственника автомашины. То есть это вот очень практически важный случай прекращения доверенности, о котором гражданам нужно не забывать. Доверенность утрачивает свою силу в случае смерти доверителя. Ну, доверенности выданы юрлицами, утрачивает свою силу также в случае их отмены, в случае ликвидации юридического лица. Вот это самый распространённый случай, когда доверенность прекращает своё действие. Анна, а можно ли оспорить те случаи, которые совершил поверенный по доверенности? Ну, если они выходят за пределы тех полномочий, которые вы ему наделили, то, безусловно, я думаю, что можно этот вопрос ставить. То есть вы ему дали доверенность только собрать от вашего имени документы для того, чтобы вы в последующем сам осуществили продажу недвижимости. А он по этой доверенности осуществил саму сделку, то есть заключил договор купли-продажи и деньги, которые вам причитаются взял. Он вышел за пределы своих полномочий, поэтому я думаю, что в данном случае эти действия можно в судебном порядке оспорить. А если, хорошо, тогда вопрос такой, а если напротив, по своей несознательности, да по неосторожности, включил в состав полномочий, да, в том числе и это действие? Это действие было совершено, да, и с каким-то, не знаю, злым умыслом. Вот в данном случае. Ну, в данном случае, я думаю, что тогда речь идет о самой неосмотрительности доверителя. Но как это он включил? Он когда подписывал доверенность? Ну, вот, грубо говоря, там, с принятием или без принятия денежных средств? Она, соответственно, он прочитал, он, соответственно, он сам об этом сказал, да, там уже, например, нотариусу, что я желаю выдать доверенность на право распоряжения недвижимости. Пожалуйста, все эти полномочия включаются в доверенность. Он это внимательно читает. Вы действительно так хотите? Да, я действительно так хочу. Вы подписали. Если вы завтра передумали, то делать это нужно установленным законным способом. То есть, отменить эту доверенность законным путем. Не просто передумать, да, я передумал, чтобы вы продавали от моего имени. А нужно отменить саму доверенность. Как это? Отмена доверенности осуществляется, как правило, путем также обращения к нотариусу. Обратившись к нотариусу, вы можете составить у него соответствующее ваше заявление об отмене этой доверенности, которое в обязательном порядке вы должны направить лицам, для представительства, перед которыми выдана эта доверенность, и обязательно вашему поверенному. То есть, соответственно, известить о том, что заинтересованные все лица должны знать о том, что вы изменили свою волю. То есть, вчера вы выдали доверенность, сегодня вы решили ее отменить. Это нужно сделать обязательно в установленном порядке и довести до их сведения обязательно. То есть, они должны знать, что вы отменили. До того, как они будут знать, соответственно, они будут осуществлять все действия по доверенности. Спасибо, Анна. Ну и в завершении беседы еще такой вопрос. Можно ли передоверить полномочие по доверенности другому лицу? Передоверить полномочие по доверенности можно другому лицу, если в самой доверенности, прямо доверителем было указано, что он ее выдает с правом передоверия, то есть разрешает своему поверенному, в случае необходимости, сделать передоверие. Единственное, что в обязательном порядке, согласно нормам закона, доверенность в порядке передоверия обязательно должна быть удостоверена нотариально, то есть обязательно прийти к нотариусу. Не влечет ли она за собой каких-то рисков? Ведь вы правильно сказали, доверенность она потомую доверенность, потому что вы доверяете. Понимаете, в данном случае доверитель, то есть тот, кто выдает доверенность, когда включает в нее, скажем так, разрешение своему поверенному в последующем ее передоверить эти полномочия, он должен понимать, что поверенный передоверит эти полномочия, может любому лицу по своему усмотрению. Соответственно, доверитель об этом лице может и не знать. Поэтому, когда вы выдаете доверенность в порядке передоверия, это вполне распространенная доверенность, так действительно тоже это полномочия включает. Когда вы ее выдаете, вы просто должны понимать последствия То есть поверенный сможет в любой момент в течение срока действия этой доверенности Передоверить ее полномочия любому лицу И вы можете быть, соответственно, с ним не знакомы, его не знать Доверенность достаточно распространенная в гражданском обороте сделка Что в целом бояться ее не нужно, но нужно действовать просто с особой осмотрительностью То есть вы прекрасно должны понимать, что те полномочия, которые вы включаете в доверенность Они исходят от вас, вам никто их не должен навязывать Вы сами должны, ваша воля должна соответствовать тому, что написано в доверенности Таким образом вы прекрасно должны понимать просто и четко, что то, что вы включили в доверенность Это соответствует вашим намерениям Как только вы передумали, то отменять ее нужно в установленном порядке То есть просто нужно действовать осмотрительно и внимательно А в целом доверенность вполне приемлемый, очень распространенный способ И действительно практически очень применимый, необходимым гражданам Когда они не могут что-то выполнять лично, какие-то полномочия Анна Николаевна, спасибо большое за интересную беседу А я напомню телезрителям, что гостей сегодняшнего выпуска стал советник президента Нотариальной палаты Ставропольского края по правовым вопросам Анна Николаевна Некрасова Ну я с вами прощаюсь и как всегда желаю удачного дня